выиграть у ветерана, у звезды российского ММА Александра Шеменко. Так что к этому бою он должен за нас болеть, переживать. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и в этом видео мы говорим о пока самом большом поединке в российских ММА 2024 года. Магомед Исмаилов и Анатолий Токов проведут реванш спустя 11 лет. Бой организовывает Лига ACA, запланирован он на начало марта, а тут обсудим с Рамазаном Исмаиловым, почему Магомед решил взять такой поединок и из-за чего, по мнению Рамазана, Александр Шлеменко в бою Маги и Токова должен болеть за Исмаилова. Будет интересно, как и в большинстве случаев на нашем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем приятного просмотра. Получается, Лига ACA официально объявила о поединке Магомеда с Анатолием Токовым, и для многих это стало такой неожиданностью, потому что, знаете, вот говорили и о реванше со Шлеменко, и о бое по боксу с Минеевым, но фамилия Токова в обсуждениях вообще не фигурировала. А вы удивились, что именно такой бой в итоге получился? Я не был удивлен, нет, я ожидал. Но мы и стремились к этому противостоянию, к реваншу всегда в голове, где-то он в уме, где-то реванш был. И, видимо, видите, случай, так выпал случай, и Анатолий в финале в близком бою проиграл, выступил, стал вторым финалист Беллатора. И как бы и Беллатор как организация сама уже, по-моему, распалась, распадается, что ли, поглощает ВППЛ. И вот такой случай пока там не понянуло. Пока вот вся Катавасия, так скажем, там у них есть организация. У нас вот ACA в лице Майорбека Хасиева, Асланбека Бадаева, да, предложили вот такое противостояние нам. То есть им это противостояние интересно, потому что даже не столько в российском ММА, а даже в мире Анатолий Токов известен боец, да. То есть, в свою очередь, Мухаммад Исмаилов тоже очень медийная личность, да, и как боец тоже состоявшийся. И со временем, вот сколько, 10 лет прошло, 11 лет с момента первого боя, ихни пути разошлись, и у каждого была своя жизнь, своя карьера. Но сейчас возможность, появилась такая возможность, где могут они опять встретиться. И думаю, интересно будет для зрителей, для всех, и для самой организации, если интересно. И долгожданный реванш, посмотрим, если все будет хорошо, все сложится так, как мы хотим. То реванш актуальный для нас, и реванш Ашельменко, и с Минеевым. Все это есть, никаких проблем нет с этим. Это все, и в лиге РСС можем реванш с Ашельменко, я не знаю там, по-моему, РСС же предложение, там же, это ихняя история, да. Лиге Файтнайт с реванш с Минеевым, да, по боксу планируется. Если по боксу, в случае, ну, я беру так, если, как Господь благоволит нам, да, и у нас все хорошо будет, мы выиграем бои, эти поединки. А то после боксерского матча и актуальный реванш по ММА, это вообще будет, у нас трилогия, да, у них, или как, да, уже нет, уже будет четвертое противостояние. Там нужно и пятое сообразить, и шестое можно с Минеевым. Они, по-моему, актуальны будут всегда. Кто бы что ни говорил, хоть там говорят, да нет, хватит, кому это нужно, я не буду. А это самые первые фанаты этого боя, они будут самые первые в экранах телевизора, и в первых рядах на турнире находятся эти люди, которые говорят, им интересно. Ну, многие говорят, зачем это нужно, это говорят хейтеры, которые, например, их любимчик, как боец, Минеев, Филипп Токов, как их любимчик, как боец. Кто говорит, зачем это Токову надо, зачем, у них разные уровни. Они просто боятся поражения своего, бойца, спортсмена. Не хотят этого поражения, понимаете. Понятно, и любому так не хочется, но когда финансовая составляющая выходит на первую очередь, когда предложение достойное, от достойной лиги, то уже это дело сделано, да. Уже осталось только дожить, не заболеть, чтобы ничего не произошло, и уже в максимальных, хороших кондициях выйти на это противостояние. Ну, вот Расул Магомед Алиев, да, который будет помогать Анатолию в подготовке, он, как бы оценивая шансы, да, сказал, что вот если объективным быть, то 60 на 40 в пользу Анатолия. А как бы вы раскидали шансы, если разбирать вот там стили, как-то углубиться вот в эту историю сейчас? Ну, я буду расценивать всегда в пользу своего брата. Хоть даже с Кейном Виловаскисом мы будем браться. Для меня всегда фаворит – это мой брат, понимаете. И я буду верить его победу даже над Кейном Виловаскисом. Я считаю фаворитом Мухаммада Исмаилова, потому что у него не менее легкий путь был, не менее легкий, да, не менее тяжелый, да, чем у Анатолия Токова. Он с такими бойцами сражался, с такими два противостояния, с Минеевым, Кирковым, Василевским, Фролов тот же. Тот же Фролов ничем не уступает ни одному бойцу Белатровскому, с которым встречался Анатолий Токов, я вам скажу. Фролов – это еще та машина. Поэтому я могу сказать этих бойцов. Да, у каждого свой путь, своя дорога. Но ринг, октагон, расставят все точки. Будем выходить. Я считаю фаворитом Мухаммада. Ну вот, смотрите, их первый бой, получается, состоялся аж в мае 2013-го. И вас тогда вроде бы не было у Магомеда в углу. А вы помните, как смотрели тот бой? Да, я вот по телевизору смотрел, да. Как отреагировали тогда? Просто понимаете, тогда, получается, уже у Токова это был 12-й профессиональный бой, у Магомеда третий или четвертый. И не было ли вообще, в принципе, ошибкой на такой поединок подписываться на том этапе карьеры? Ну, не знаю, тогда уже как. Дают бой. Тогда уже не было Мухаммада. Выбора не было у Мухаммада. Давали, точно давали, он брал. И после этого боя за более мелкий гонорар игрался в казино, непонятно, внизу, подвалах. Где-то так скажем, да. Но я так говорю, казино, никакая не организация. Этот бой выиграл, видишь, боевой садо «Самбо». «Самбо», чем владеет Анатолий Токов. Вот выход на Кимура. Мухаммад, в свою очередь, базовый вольник. Этот бой показал, что нужно развиваться во всех направлениях. В направлении грейплинга, самбо, память вольной борьбы и ударной техники. Человек должен знать, понимать, иметь во всех аспектах. Вот так. Ну вот у «Маги» тогда прошел бросок, и Анатолий сразу его подловил на ошибки, поймал на Кимура. А вот сейчас Магомед, образца 2024 года, он бы такую ошибку не допустил? Ну, Мухаммад сам искал бы выход на Кимура. Конечно, там Мухаммад просто, он мало знаком был вообще с техникой боевого «Самбо», с техникой грейплинга. Я же говорю, он базовый борец. Он использовал борьбу, и, конечно, он не бить мог тогда, и с тойкой драться. Но, в общем, в большей степени он борьбу использовал в своих боях. И человек, который не знаком с грейплингом, вы сами знаете, любого борца международного уровня, если он не знаком, он сам может на прием зайти туда, где будет человек сам попасться. Даже из, можно сказать, из ровного, пустого места может на прием попасть. Там Мухаммад сам просто, можно сказать, сам, один момент он мог... Ну, что говорить, получилось, да. Просто нужно развиваться во всех направлениях, нужно бороться. В тот момент был Анатолий Токов сильней, везет сильнейшим. Но реванш, думаю, это громкое событие. Будем ждать. Вот Магомед тогда очень так тяжело переживал поражение, он там громил раздевалку, ну, в общем, очень близко принял это, потому что это было вообще первое поражение в карьере. А вы помните свой разговор с Магомедом после этого боя, там, свой первый разговор? Ну, все же так, все, смотри, один и тот же разговор, когда человек слышит, да еще его стресс загоняет. Как ты мог? Ты что? Ты не мог выйти, что ли? Вот все, каждый звонит, начинает. И наоборот, надо поддержать спортсмена, сказать, это мелочи, ничего страшного, это хуже, это хвала Всевышнему. Нормально, давай над этим надо работать, тебе и газ. А здесь каждый начинает звонить, эй, да, и я в том числе, ты что, как ты мог, эй, ты в натуре, вот ты в натуре, как ты попался? Понял, вот так, да, это чуть-чуть неправильно. Ну, это эмоции, да, на эмоциях каждый звонит, кто желает победы, да, и начинает. И когда человек одно и то же слышит, уже там 30 человек звонит, как ты мог, это еще семья, оставьте меня, понимаете? Но молодой тогда был, молодой, чуть-чуть по-другому, это более, ну, каждое поражение как личное. Сейчас более как спортсмен, как профессионал, смотрит на это, понимаете? Уже работа над ошибками, уже надо двигаться дальше. Тем более, вот, после этого, карьера, который прошел, прошел время, и время, которое пошло, это время, которое Мухаммад провел, да, бои. Очень много в его, в его профессионализме, как спортсмена, поменялось, работая над всеми аспектами, да. Сейчас, чем интереснее это противостояние, да, с того момента, и у Анатолия были поражения, да, вот мы видели поражение от Имеева, Рамазана Имеева, где он проиграл, и в финале, в близком бою, он проиграл, и там чуть-чуть ему не хватило, вот этому, Эблину, Эблину, да. хороший бой, он показался с ним тоже, хоть кто бы что не говорил, так чуть-чуть не хватило, да, им чуть-чуть, да, и у Мухаммада было пару поражений, да, два поражения, одно поражение от Токова, и второе от Имеева, да. И к Савьеву по бокам, получается. А? К Савьеву по бокам. Нет, там поражений не было там. Ну, там, да, это был странный бой, ага. Это я даже за бой не считаю. Мухаммад уверенно выиграл, все раунды пил, на удушающий вышел, где уже душить начал, остановили, там просто, просто засудили его наглым образом. Вот, признаем два поражения, Токов, Минеев, да, и будем сейчас работать, да, ну, уже, как бы, идем к этому будем закрывать, ну, постараемся закрыть поражения. Надеемся, все получится у нас. Александр Шлеменко вот так прокомментировал анонс боя, в том числе, что сейчас Магомеду реально не время драться со мной, потому что есть большой риск упасть, и это увидит еще больше людей, чем посмотрели наш первый бой. А как вы считаете, какой бой для Магомеда сейчас более опасный, со Шлеменко или с Токовым? И тот, и этот, оба опасны. Сейчас на ихнем уровне все бойцы, и для них опасен Магомед, и они опасны для Магомеда. Сейчас не будет, сейчас на таком уровне, где такие играли были, и вообще, и в общем, все соперники опасные. Ну, а нет такого, знаете, как стилистически неудобнее, скажем так? Ну, как это мы видели, что Магомед стилистически может работать с Александром. Стилистически он прочувствовал за пять раундов, понял его ритм, тайминг. А с Анатолием Токовым уже они не прочувствовали, там практически боя-то и не было, на начале боя это все произошло, действие. Поэтому стилистически неудобнее будет, думаю, и понимание иметь, как боец, Токов, думаю, Анатолий Токов. 5-25 минут проведенного боя в любом случае уже они с первого секунда реванша они могут уже дать газу, да, что Шлеменко, что Магомеда Смаева, понимаете? А здесь в Токовом у них будет разведка, они там будут, чуть-чуть будут, минуты полторы там будут уже со стойки боя начинается. Каждый будет искать свои хорошие моменты для нанесения удара. Александр Шлеменко сказал, что РСС пытались сделать вам реванш на март месяц и он уже успел тоже согласиться на этот бой. А почему вы, выбирая между Токовым и Шлеменко, выбрали Анатолия? Это финансы или это вот принцип, чтобы закрыть поражение? Да, финансы я скажу вам, и РСС тоже немало платит. РСС тоже серьезная организация, серьезный, у нее серьезный там, ну, глава организации серьезный, кто это все заведует, да, поэтому они тоже немаленькие. я не знаю, почему, может быть, они на март месяц именно Рамадан попадало, которые, я не знаю, в этот момент не знаю. Вот точно так же, как и Александр, хочешь реванш с Мухаммадом? Он же хочет с Мухаммадом реванш. Правильно? Мы хотим реванш с Токовым, потом далее реванш, если все хорошо служится у нас, реванш хотим и с Миниевым, и никуда Александр Шлеменков, у меня у нас Александр. В любом случае, Екатеринбург это наша родина тоже, мы вернемся туда к своим болельщикам и в второй раз попытаемся выиграть у ветерана, у звезды российского ММА Александра Шлеменко. Так что к этому бою он должен за нас болеть, переживать, этот бой был не... Как-никак актуален, да, чтобы вот этот... Вот как мы... Как я болел за него, боюсь, я болел за Александра, переживал, чтобы он выиграл, я ему желал удачи прям. Вот так же он должен сейчас переживать и болеть за нас. Чтобы реванш, да, оставался актуальным? В любом случае, реванш актуален будет. Потому что и Александр проиграл Токову, но мы не планируем проигрывать. Если Всевышний дарует победу, это будет еще лучше. И для Александра будет мотивация сейчас выиграть. Исмаилова, который выиграл Токова, он скажет, так, сейчас я реванширую и свое поражение, и то поражение. То есть, одним выстрелом двух зайцев убьют, да, типа такого. Понимаете? И если он выиграет Исмаилова, который одевал победу на Анатолию, это будет для него серьезный, это серьезная мотивация, чтобы выиграть. Понимаете? Так что, в этом плане. Сейчас получается Анатолию 33 года. В последнем бою он дрался за пояс Беллатера, второй лиги мира. И по ощущениям он находится на пике своих кондиций. Магомеда же наоборот уже так воспринимали бойца, который себе сделал большое имя и может себе искать бои не менее выгодные с финансовой точки зрения, но может быть чуть более безопасные. Ну, с Никулиным подраться по боксу, ну, какие-то еще поединки. А почему вы подписались на бой с Токовым? То есть, это вот прям принципиальный момент был. Как будто бы очень опасный бой взяли. Почему вы считаете Никулина таким безопасным спортсменом? Я думаю, что это бокс. Я просто думаю, что это бокс и бокс в любом случае. Какая разница? Бокс 8 раундов, 12 раундов Никулин хочет. Он в боксе и Токова может выиграть и меня его может выиграть. Этот Никулин пащет каждым боем от боя к бою лучше и лучше становится... Я не считаю его проходным бойцом, я считаю его опасным. Но в плане медийной составляющего молодой парничка он должен очередь свою дождаться, пока дядя разговаривает между собой, пока дедушка решает вопрос между собой дедули. Молодой внучок должен подождать своей очереди. А так, как боец, он не менее опасен. Ребята, с чего вы взяли, что он такой проходной парень не менее опасен? Так что... Тут спору нет, что... Никулин серьезный, парень. Для грозы... Тем более, если мы берем бокс, да, понятное дело, что это даже, грубо говоря, поле Тимура Никулина. Но здесь даже момент такой, что опять гонять 84 килограмма. Анатолий Токов все-таки как спортсмен профессиональный, у него опыта уже очень большое количество, и как будто бы здесь в бою чуть больше рисков. И опять же, связаны они в том числе с весогонкой, с форматом, что есть борьба, есть, возможно, у Магомеда уже, ну, все мы там не молодеем, да, с каждым годом, но есть какие-то проблемы, которые там, может быть, не позволяют так бороться, как он боролся там пять лет назад. И, ну, в общем, очень много таких факторов. Поэтому как будто бы бой с Токовым это более такая рисковая авантюра, так скажем. Ну, вы же, смотри, человек, Мухаммад не ищет легких путей. Зачем? Мухаммад это боец, который делает шоу, который хочет быть в центре внимания. А этот бой с Анатолием Токовым это и есть тот бой, в котором они оба в центре внимания. И вся Россия будет смотреть этот бой. И он не менее вызовет, не менее будет ажиотажным, чем бой с Исмаилов-3. То же самое даже и Александр Шеременко и Исмаилов-2. Этот бой будет не менее, даже более, я думаю, интересен. Потому что сейчас посмотрим уровень и уровень заграничных Беллатора в этом бою будет решаться Мухаммад в большей степени Иссея, так скажем, если так сказать. Ну и четыре боя там провел, четыре или пять боев, где он себя раскрыл как бойца в медийной составляющей. В большей степени сейчас, в данный момент, Анатолий Токов боится заграничной организации Беллатора. Сейчас будут боицы Иссея и боицы Беллатора драться между собой. Два топовых сильных бойца будут решать, кто сильнее, Иссея или Беллатор, чья организация сильнее. Так что вот так я это противостояние вижу. Вот по ощущениям, бой с Токовым это тот бой, который важен для Магомеда и со спортивной точки зрения это возможность как бы закрыть поражение. А сейчас, когда вы видите Магомеда, можете ли сказать, что он как-то по-особенному заряжен? Ну что этот бой у него вызывает прям эмоции определенные? Наша команда хочет даже не столько Магомеда, а мы сами тоже как команда хотим. Меньше этой победы, чем он сам. Поэтому мы будем делать все возможное для этого. Там же Магомед это уже, да, это уже выйдет уже боец, который, с которым мы все каждый приложили свою частицу, да, и я там, и другие ребята, которые с нами в команде работают. Так что будем, для нас эта победа не менее важна над таким сильным бойцом мирового уровня, как Анатолий Токов. Так что, и думаю, для болельщиков тоже, да, она очень интересный бой. Это же просто этот бой, я вам скажу, этот бой еще раз доказывает, что Мухаммад не тот боец, который просто сейчас выйдет там и на легких этих, как что, будет выбирать себе соперников. Это не тот парень. Мухаммадик это боец, который хочет проходить через тяжелые бои, где принимает вызовы, да, и этот вызов, то, что он принял, это, я же говорю, даже не столько для Мухаммада, столько для всего сообщества, и мы это будет интересным. Будут смотреть его, думаю, не меньше просмотра будет, как Александр говорил, что я их не бой набрал просмотров там на Ютубе, сколько-то миллионов, что-то он посчитал там. Александр Шельменко. Я согласен, да, этот бой был яркий. И я смотрел первые три раунда Шельменко-Токов. Шельменко очень хорошо работал с Токовым. Я даже не думал, я вот надо досмотреть сейчас, три раунда смотрел вчера. Шельменко не уступал Александру Токову ни в чем. Ни в чем. Даже был агрессивный, шел, с рук попадал. Надо посмотреть, мой четвертый, пятый Токов. Я забрал, наверное, борьбой, надо посмотреть. Я три раунда посмотрел из него противостояние. А у них три раунда было? У них три раунда было боя всего. Три раунда, а я не досмотрел третий раунд, значит, не досмотрел. А там как Александр пройкал? Его не контролировал в Стоке. Я не знаю, я досмотрел, вчера ночью перед этим боем, перед Уокером, перед Уокером, Анкалаев, я смотрел, и бой, вроде бы, блин, близкий бой, как... Ну, там так получилось, по-моему, что Анатолий большую часть поединка как бы прижимал Александра к сетке. То есть, и сам, не сказать, что прям активно работал, да, и не давал Александру работать, и вот как-то так получилось. А когда Александр выходил с этого, да, объятия, он шел вперед первым номером, обискал свои удачные моменты, доносил свои удары. Не знаю, вот такой близкий бой мне показался. Да, если по правилу, что один, кто прижимает, да, это ему идет, плюс зачет, что он как агрессор, да, близкий бой. Не сказал бы, что Александр в этом бою, Шлеменко, прям, что только в этом бою прям что-то показал сверхъестественного, это не видел. Такой бой на встрече в следующих курсах даже где-то побоялся, так не показалось. Анатолий только где Шлеменко был более наглее, агрессивнее шел, искал. Не так показал, за мое мнение говорю. Может быть, да, он уже сказал, что психологически, что с Россией боится, может быть, полностью не раскрылся только. Тоже может быть. Но Александр в этом бою очень сильно, очень хорошо поработал. Я даже не ожидал, я думал, там более будет сильная доминация только над ним. Я так ожидал этот поединок. Да, я знал, что результатом играл. А когда, может быть, ожидание, вот когда ты смотришь реальность, ожидание и реальность когда не совпадают, бывает так. Вот как многие, например, смотря бой Роджонса и Таргера, ожидали, что вообще где класс будет от Роджонса. А там, когда увидел близкий бой, что тут может тоже, хотя Роджонс по сути первый бой выиграл, но уже люди начали говорить, да нет, он проиграл. Потому что ожидание, когда не соответствует с реальностями, оно вот так бывает. Я ожидал, наголо выше будет что только у Александра, а оказалось нет. Близкий бой такой хороший, Александр очень хорошо поработал с ним. Даже, блин, я не знаю, надо посмотреть еще. Я даже 3-й до конца не досмотрел, может быть, еще раз пересмотрю, мне показалось такой близкий бой. Не видел я такой явной доминации только над Шелеменко. Александр на полу он держать не мог, Александр стал. Анатолий сейчас находится в Приэльбрусье, тренируется с командой Федора, а сейчас Федор туда подъедет на сборы. И я так понимаю, через неделю 3 Анатолий поедет в Дагестан тренироваться с Расулом Магомеда Лиевым. И вот получается ли так, знаете, что как будто бы это такая самая сильная подготовка против Магомеда. С одной стороны Федора Емельяненко, с другой стороны Расул Магомеда Лиев и подготовка в Дагестане. Ожидайте, что это такая будет самый серьезный подготовленный боец, серьезно подготовленный боец против вас выходит. Только это боец мирового уровня. Белла Тор это же организация очень серьезная. Это же не мальчики для битья. Серьезная организация это парень, который до финала дошел и в финале показал очень достойное выступление. Чуть-чуть за счет борьбы выступил. Чуть-чуть. Но сейчас вот работая с Расулом Магомеда Лиевым, эти агрехи он подтянет, думаю, будет лучше в борьбе себя чувствовать. И тем более он сейчас проходит на высокогорье сборы. это и функционально он будет готов, думаю. Так что это Анатолий лучшая версия, я думаю, будет. Лучшая версия Анатолия Токова выйдет. Из всех, которых вы видели, Борис Магомеда Мисмаилова. Тем более там Федор плюс Расул Магомеда Лиев это смесь опасная двух тренеров. Так что здесь придется в квадрате Анатолия Токова выйдет. А вы готовы к такому Анатолию Токову? Столкнуться. Мы же готовы вот как раз таким психологическим понять, что надо психологически настроиться, что там выйдет серьезный герой Халк. Это, мне кажется, имя Халка надо не Багов Анатолий Токов Халк. Уже он нырял и физически такой очень крепкий одаренный парень. И тем более сейчас таких двух мастеров мирового уровня тренеров, такой как Федор и Расул Магомеда Лиев под их руководством это будет уже это будет я не знаю он может претендовать на пользу UFC даже в такой форме. И для нас победа над таким спортсменом будет еще приятнее. Понимаете, мы будем понимаем, что Токов это не просто Токов это натуре это зверь у него с характером все в порядке и опыт большой понимаете не только у него опыт он чемпион ECB и помните его борьбе о Гуевом бой мы видели где он нокдауне оказался где он характер проявил передышал перебил да парня поэтому это серьезный парень это серьезное противостояние так что будет искра в бою в этом так так как мы есть